5 июня, в День охраны окружающей среды, прошло торжественное открытие муралов, украсивших улицы нашего города яркими творениями экологической направленности. Затеяли социальную акцию сотрудники Инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды по указу президента. Спонсором муралов, которые в этом году рисуются в городе на основании эскизов слудских юных художников, является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сегодня 5 июня, День охраны окружающей среды, который был утвержден указом президентом в уточненном году. Данный праздник, скажем так, праздник отмечается во всем мире в более 100 странах. Это считается как международный единый день охраны окружающей среды. И вот Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды занимается не только поиском полезных ископаемых, прогнозом погоды, охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов, контрольной деятельностью за соблюдением природоохраны законодательства, а также занимается и просвещением населения об охране окружающей среды. Государственная программа охраны окружающей среды и рационально использования природных ресурсов 2021-2025 года для Слудского района, для мероприятий по просвещению, обучению, была поставлена задача организовать социальную рекламу в виде нанесения муралов на посады зданий и сооружений города Слудска. Ну, как видим, что, в принципе, у нас получилось что-то, что-то нарисовалось. Слуд стал немножко более краше. А вот то, что люди начали обращать на это внимание и активно обсуждать, ну, и считают, это вообще за счастье для меня, потому что люди стали понимать, что это не просто так нанесено. Это нечено для того, чтобы обратить внимание на охрану окружающей среды, на то, что у нас имеется биоразнообразие в виде различных краснокнижных животных и растений, а также у нас в городе происходит благоустройство и наведение порядка. То есть я считаю, что цели, поставленные по госпрограмме, в данном мероприятии по просвещению нами были достигнуты. Все муралы, они относятся так или иначе к нашей истории Слудска, к нашей природе, вся тематика подобрана. Была очень ответственная и сложная задача. Также хочу выразить благодарность всем, кто принимал непосредственно участие в этом сложном деле нанесения муралов. Это и Слудский столк, и наш Сергей Александрович, и также строители Слудска готовили фасады зданий, и все помогали поднимать грузы, подключать электроэнергию ЖКХ. Все организации Слудска нацелены на то, чтобы создать, улучшить культурно-эстетический образ нашего города. По городу муралов будет много. Художник Константин Пахомчик рисует их по рисункам, которые участвовали в районном конкурсе эскизов «Случина. Взгляд. Сквозь столетия». Я нарисовала Слудскую церковь, и художник, вдохновившись нашими работами, которые были отправлены на конкурс, собственно, сделал этот мурал. Я рисовала двух буслов, и вдохновившись моим эскизом, художник изобразил на одном из своих муралов двух буслов. Более 12 лет опыта в разных стилях и сферах художественного искусства. И 15-ти часовой рабочий день. Огромный труд и 8 рабочих дней стоят за такой шикарной работой. Конкретно этот мурал, он самый концептуально сложный. Тут идея прям очень такая. Ну, понятно, что тут такой простой символизм, но все же снизу город, он специально искажен в такое, чтобы создать движение вверх. Оно, соответственно, продолжается в этих колесах прялки. Ну, снизу Слудск, это утро. Соответственно, журавли – это люди. Они как из гнезда утром вылетают, летят по своим делам, двигаются, и, соответственно, летят в закат. Там небо такое больше закатное. То есть это здесь как бы все. Вся наша жизнь. Слудчан, ну и вообще белорусы в целом. Потому что есть работа очень близкая по концепции в Минске. Ну, прям один в один. Ну, понятно, что изображение совершенно другое, но концепция абсолютно одна и та же. Ну, это моя уже такая визитная карточка с этими серыми журавлями. Нарисовано уже 4 мурала, ну, самые большие. Мы начали со всех 9-этажных домов. Уже все закончили. Вчера буквально подорлик закончился, и сейчас уже осталось 4 дома 5-этажных. Там уже попроще, побыстрее. Буквально там пару дней в Мурал. Поехали дальше. И все для того, чтобы вдохновить нас на бережное отношение ко всему тому, что нас окружает.